Здравствуйте, это Постскриптум, я Людмила Бадюшкина. Сегодня мы поговорим об отечественной эстраде, о фонограмме и вообще о том, что происходит сейчас в Казахстане в сфере культуры. У нас в гостях редкий гость, заслуженный артист Республики Казахстан во ряду Государственной премии Дарын Бахтияр Тайлагбаев. Бахтияр Тайлагбаев, один из сильнейших теноров в Казахстане, вырос в Казаларде. Окончил Джамбульский филиал Гидромиллиоративного инженерно-строительного института. После окончания преподавал там же на кафедре технологии и организации строительства. Параллельно руководил ансамблем при ВУЗе. Во время строительства БАМа работал в гидпоезде «Целина». В 1983 году во время республиканского конкурса его заметил руководитель знаменитого ансамбля «Гульдер» и пригласил на работу. Через год Бахтияр Тайлагбаев уже участвовал во всесоюзном фестивале с песней по жизни. Он единственный казах, закончивший Российскую академию музыки имени Гнесина. Ученик Иосиф Кобзона, Александра Градского и Гелены Великановой. Заведующий кафедрой Казахской национальной академии искусств имени Жургенова Каукен Кенджетаев принял Бахтияр Тайлагбаева сразу на второй курс. Лауреат четырех международных конкурсов, в том числе «Золотой орфей» в Болгарии, «Лучший голос» на Мальте, пятый Каирский фестиваль. С 2013 года возглавил ансамбль песни и танца «Гульдер», обладатель ордена «Курмет», заслуженный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии «Дарын». Бахтияр Тайлагбаев женат, у него трое детей и двое внуков. Помимо искусства увлекается рыбалкой и охотой, любит путешествовать, природу, бильярд, занимается радиоэлектроникой, домашний столер и плотник. Здравствуйте, Бахтияр. Людмилович, мне очень приятно, что вы меня пригласили на вашу программу, потому что вашу программу я видел, я не буду скрывать, врать, я видел, она интересная, потому что, конечно, много телевидений, много программ, много всяких идеологических моментов, но когда делает что-то такое творчество, что она цепляет, она оставляет какое-то впечатление, она запоминается, поэтому мне запомнилось. Серьезно, неожиданно. Бахтияр, скажите, пожалуйста, вы честно смотрите в глаза зрителю, всегда поете вживую? Вот именно, понимаете, я вообще счастливый человек, потому что я прошел очень богатую жизненную творческую школу, потому что сцена – это школа мастерства. И плюс в том, что я учился у великих людей, как Иосиф Дович Кобзон, Александр Борисович Градский, мой педагог. Не единственный, да, из казахстанских артистов. Да, это вот Гелена Мацель Великанова, может помните, Ландыши, Ландыши, была польская еврейка, народная артистка России, вот она мне была как мать, педагог, мой куратор. Вот она меня учила, вот чему она меня учила, вот я беру любую песню, на казахском, на китайском, я не знаю, на английском, на итальянском, я вообще на всех языках поверил. В этом плане в Казахстане я являюсь таким певцом, разноплановым на всех языках, потому что у меня педагог был тыканом факультета иностранных языков, он сам был полиглод, владел 15 языками, 7 языков в совершенстве знал, мой отец. Поэтому я склонен к генетическим языкам, быстро хватаю. Вот она чем меня учила. Она учила, когда артист выходит, у нее уже в глазах должен читаться смысл этой песни. Вот она мне привила, когда я исполняю песню, да, я ее пропускаю через себя, я живу этой песней, как актерское мастерство. Когда ты выходишь, и до последней нотки мелодии, когда ты уходишь, у тебя в глазах, в лице, не имеет лицо, пусть это будет, там, монгола круглая, там, я не знаю, европейский полос, но глаза мимика никогда не скажешь. Она в любом образе лица, в любой национальности она будет читаться, состояние души. Она мне говорит, вот я, говорит, сижу, я простой водитель, ну, или кондуктор, что там, я не знаю, или я бортпроводница, там, или я педагог, или я, этот, шахтер, там, ну, любой профессии. Я простой обыватель, я не разбираюсь ни в нотке, но я вот сижу, и человек выходит, поет, и я вот интуитивно должна чувствовать, я верю человеку или не верю, это правда или неправда. И вот она заставляла одну песню до такого уровня петь по сто раз, пока она не говорит, да, я верю. И вот я через это проходил. Поэтому я всегда, когда пою, я с зрителем смотрю, в глаза смотрю, и уже становишься психологом. Мне даже интересно, вот приходит зритель, да, но он же как бы смотрит, а, ну, что же он покажет, ну, что же он, что же, как он поет. Удиви меня вообще. Да, ну, как ты удиви меня. Сначала вот так, Вадик вот так сидит, потом вот так, потом вот в конце, вот мои, особенно последние года, поколение моей, ну, профессиональной жизни, люди же в конце, я так это преподаваю, уже в конце люди встают и аплодируют, и вот на этом заканчивают концерт. Это говорит о том, что уже человек пришел к какой-то, наверное, своего уровня, мастерства, но он уже как бы стал профессионалом. Ну, вот, наверное, это основа любого человека в своей профессии быть высоким артистом, я не знаю, высоким инженером, высоким педагогом. Вот мой ответ такой, что я вот так работаю. Хорошо, а что вообще сейчас происходит? Потому что вот насколько вообще оправдана, когда, в каких случаях оправдана фонограмма? Происходит сейчас бардак. Это только когда сборные концерты. Нет, фонограмма, она оправдана, когда идет телевизионная съемка. Да, это закон, это канон. Если это не конкурс, если конкурс, то да, это здесь должен быть только живьем. Да, может быть, музыка записанная, понятно, как это со временем. Не, ну, конкурс, это понятно. Конкурс, оценивай, голос, да. А если обычные концерты, гастроли? Обычные, конечно, это не было. Вот, допустим, я не знаю, почему у нас так не принимается. У нас очень много моментов по культуре. Если бы я был бы депутатом, пожалуйста, вы мне выдвиньте в депутаты. Я очень много могу. Во-первых, артистам балета, ну, это же кощунство, допустим, она должна танцевать до 58 лет, до 60, ну, это же неправильно. Ну, да. Раньше было так вот. В 35 лет. Мне, кстати, супруга, она в ансамбле Гульдер танцевала, мы там познакомились, она успела еще в 90-х. Они 20 лет отдают в творческом коллективе, отведу профессиональную работу, потом выходят на пенсию. Раньше было так в Советском Союзе. Сейчас это убрали. Я понимаю, что экономика невыгодна где-то, но это не такой арава, там, штат в нашей республике, чтобы можно было на этом экономике. Ну, надо это сделать. Ну, по сути, правда, танцоры-то, они все покалеченные, да? Извините, это же неправильно. Как спорт. Да. Потом, допустим, даже в России уже, по-моему, лет, наверное, 10 в комитет Долина входила. Ну, Иосиф Давыдович, он же зампредседателя Госдумбы по культуре, я как бы знаю, потому что я общаюсь до сих пор с ним. У них закон был принят уже более 10 лет, что в концертных площадках исполнителей категорически запрещается петь патронограф. Есть специальные инспектора, они ходят, отслеживают, фиксируют, то этому человеку, значит, какие-то административные предписания, я не знаю, что-то есть. Чтобы, допустим, ну, человек, допустим, за свои коренные заработанные деньги, ну, пусть тысячу тенге, ну, даже 500 тенге, ну, это его деньги. Он пришел, заплатил за концерт, ну, не для того, чтобы фонограмму слушать. Он же должен получить истинное удовольствие от твоего творчества же. И это же, это не должно быть так. Вот поэтому, а у нас этого закона нет. Как вы наблюдаете? Вот у нас что на эстраде происходит? Ну, вы знаете, много что можно сказать, но, понимаете, сейчас вот в основном серость какая-то. Потому что все как на одно лицо. Вот даже казацкие певцы, которые поют, молодые, да, ну, вот посмотришь, вот, тембрально, музыкально, вот, как будто одна манера, а как будто один голос, и группы это, и как будто, ведь в природе у артиста, у человека творческого, да, который талантливый певец исполнит, у него природа закладывает определенные вокальные абертона, есть такое, вот, краски голоса, да, сила голоса, тембральность окраски. Вот, вот, эту красоту человек, когда слушает, он воспринимает, ну, помните, вот, Муслим Магомаев, там, я не знаю, Якиола, там, ну, Киркоров, там, у каждого есть вот своя краска, свой тембр. Если человек, обладая небольшими природными данными, но стремлением, да, понятно, ну, хочется ему само выразиться, идет, записывает на компьютере, а компьютере очень много программ, там, мелодайн есть, там, а они этот голос, понимаете, он делает таким плотным, таким ровным, таким сильным, украшают, и как будто он на уровне, там, не знаю, Тайлакпаева, Киркорова, или Короза поэт, или Андрей Бачельев, но это же неправильно, это же несправедливо. А почему он должен пожнать все эти лавры, успехи, так же, как человек, который учился, Гнейсина закончил, там, какой-то Воскала закончил, почему он должен быть на уровне с ним? Ну, это же нечестно. Согласна. Ну, вот, я об этом и говорю всегда. Ну, то есть, у нас все-таки большинство... Потому что никто этим не занимается, вот, Министерство культуры, я извиняюсь, она занимается, я не знаю, чем она занимается. В наше время, да, вот, в советское время, как бы, да, когда, вот, я же начинал с 83-х годов, существовало художественные советы при Министерстве культуры, при Казак-концерте, при областных филармониях, есть было определенное, при телевидении. Допустим, туда не попадали, просто так вот с улицы пришел, с районного дома. Эти все певцы уровня районного дома культуры, которые сейчас вот исполняют, пиарят, их просто не подпускали, потому что, ну, они не заслуживают этого. А почему? У них не обладают этими красками, этими силой, голосом, там, этой школой, это вокальным интеллектом. Только тех, которые действительно профессиональные, которые к этому пришли. Вот. Ну, так же и Роза, и Махпал, там, и Сембек, Жумавали, там, я не знаю, и Алибек, Ниша, все вот именно вот потому, что они этим обладали. А вот сейчас, которые их просто не подпускали, и они бы, у них просто не было бы шансов. А сейчас рынок, базар, там базар, тут базар, нужен, не нужен, на каждой улице, бутик. То же самое так же, надо, не надо, вот они все повылазили, и народ-то это не понимает. Они думают, что показывают, значит, они самые лучшие, значит, сами они талантливые, и они звучат так классно. Вот вопрос в чем. Государство должно этим заняться, это, вот, поэтому, давайте, не знаю, Караганда или кто-то мне, направляйте депутатов, я вопросы под него поставлю, рано или поздно этим надо заниматься. Может быть, действительно нужно уже, хотя не знаю, совмещать, мне кажется, ох, тяжело будет вам. Ну, ничего страшного, потому что я уже более последние 10 лет, честно говоря, петь-то я пою, всегда выступаю, стараюсь. Ну, в основном я, как бы, тоже руководитель. Я был начальником областного управления культуры Казлардинской области, директора ансамбля Гульдера. Сейчас я являюсь заместителем директора по культуре, художественным руководителем коммунального казенного предприятия Алматы-Ауэндиро, при Акимате города Алматы. Какое название, да, у... Ну, Алматы-Ауэндиро, туда входит эстрадный симфонический оркестр Акимата города Алматы, камерный оркестр, это Мурат Сиркибаев, Джамиля Сиркибаев, отец Ермек Сиркибаев, это младший брат. Вот, Мурата Рамзон руководит. А можно немножко рассказать все-таки, как вы попали к Градскому, к Абзону? Что это за история? Да, это было, значит, я когда в 87-м году меня пригласил Хаукен Кенджи Бекович, заведующий кафедрой музыкальной комедии, пригласил меня учиться в мускомедии. Я уже тогда в 81-м году закончил строительный институт, я инженер-строитель по образованию. И он меня туда пригласил учиться, потому что я уже тогда как бы появился, в СССР в телевизионном конкурсе «Есть песни по жизни» лауреатом стал, это 84-й год, конец, финал января 85-го года, где уже меня в Союз увидел, Казахстан увидел. Засветились, так сказать. Засветился, да, стал лауреатом, первое место. И Хаукен Кенджи Бекович, он тогда решил поставить Хаукен Кенджи Бек мюзикл. И ему нужен был, как роль Туллигена играть, ну, чтобы было у него встроено, главное, голос, чтобы. Вот по голосу я, видать, подходил, он сделал какую-то анализ, вот Гульдер, вот, молодой солист, яркий голос там, высокий, звонкий, и вот он меня пригласил, я начал учиться со второго курса, потому что у меня высшее образование было. Рахеля Машуровна была мой педагог по актерскому мастерству. Вот год я проучился, и потом, на следующий год, в 88-м году, я увидел передачу «Музыкальный киосок», выступил Юсил Давыдович Кобзон. Что при институте Гнесиных мы открыли факультет эстрадного вокала. А тогда вообще, как бы, в вузах эстрадный вокал факультетов не было. Ну, музыкальные были, но вот именно по эстрадному вокалу направления. Классические, консерватории были. И мне стало это интересно, потому что, ну, наверное, родители-педагоги всю жизнь балам, ох, учись, учись, вот так вот. Я всегда стремился учиться, и мне хотелось, да, получить специальное высшее музыкальное образование. То есть вы сами к ним поехали? Да, я сам поехал, там прилетел. Я помню, тогда я с Розы Баглановой уже работал, Розы Тажибаевны. И мы в Нукусе, последние гастроли, потом я сел на самолет, прилетел, сдал документы. В общем, и после того, как прошла вот эта реклама, передача, а я поступал, был третий поток. Первый, самый поток, единственный на базе одной студентки курс был, это Ирина Отьева. Ирина Отьева, тогда известная джаз и певица, Долина Отьева, они всегда вот были, как Ирина Отьева. Вот на базе нее она училась. Я третий, передом, я был, так, третий поток, второй поток учились, там, Алла Перфилова, Валерия. Вот она училась. Я уже, когда я пришел, ну, я сейчас расскажу, кто со мной поступил, тоже известные артисты. Ну, и 300 человек со всего Союза приехало. 300 человек сдавать документы, это из Сибири, из Узбекистана, из Прибалтики, из Украины, из Грузии, из Армении. В общем, он такой оборот популярности набрал. И люди приехали прямо с концертных организаций. Это певцы профессиональные, которые работают в филармониях, поступают туда. А принимают всего только 5 человек. Вот, на 5 человек, 300 человек, вот. 60 на место. Да, да, вот. Потом, значит, перед тем, как сдать документы, ты должен был проходить три тура. В каждом туре по две песни исполнять. Вот. Я вот это все прошел, последние туры, это антигентарные, там, кругозор, там, какие стили, все. В комиссии Юсиф Давыдович, Юрий Саульский, Гелена Марцельна, Александр Борисович Градский. Все-все сидят тут. Лев Валяй Лещенко, он тоже преподавал. Яна Ивановна Коробкова, это известная по джазу, вокал, педагог, во всем Союзе ее знали. Вот. И, ну, я единственное, конечно, я же казах, я сделал маленькую хитрость. Можно я расскажу, да? Там все сдавались сочинения, заваливались в основном все на сочинениях. Ну, вы знаете. Я сделал так, у меня мама, она была в Казларде директором школы казахской. Мама говорит, срочно отправляйте телеграмму, что я закончу казахскую школу. Я единственное, которое пошел, там она учительница по русскому языку литературе, женщина, еврей какая-то. Она одному меня только в класс завела и диктанты написал. Не сочинение, а диктанты. Не сочинение, а диктанты. Я написал, вот, может быть, как. В смысле, потому что вы закончили как бы казахскую школу, а сочинение на русском? На самом деле я закончил русскую школу. Понятно. Или как у нас говорят, я русскую школу скончался. И как бы вот так я прошел, ну, может быть... В число пятерых этих попали. Нет, но я прошел как бы по вокалу, да, по этому, по исполнению, по этому. Потому что я уже лауреат в СССР конкурсе был с песней по жизни. Уже это тоже отмечалось же, это все. И поступил, я учился пять лет у Гелены Марцелина, она мой педагог, куратор был по сценическому мастерству. Ну, и вот Валерия тоже у нее была, ну, постоянные ежедневные занятия, все. Вот, и это, я считаю, что я получил огромный багаж. Вот, он мне до сих пор его хватает. Вот, и я и преподавал, вот, в Жургеньево, Елебеково, у Айман Кажелик Мусакаджаевы в Астане. И, как бы, и преподавательский у меня есть стаж. Мне это интересно, и в будущем я обязательно буду этим заниматься, я это знаю. Ну, сейчас, конечно, у меня основная задача, вот, он самый Гульдер, чтобы он не исчез, его поднять. Потому что я был руководителем, этот коллектив почему-то сейчас незаконно не уделяет внимания. Коллектив почти что расформировался, но я создал общественное мнение, сейчас этим занимаюсь, потому что в 19-м году ансамбль Гульдера должно исполниться 50 лет. И хочу это, как бы, это справить, чтобы народ увидел, услышал. Вот такие моменты. Мы продолжаем. Напоминаю, сегодня у нас заслуженный артист Республики Казахстан, лауреат государственной премии Бахтияр Тайлагбаев. Цель моего приезда – это приглашение в Управление культуры области, вот, инициатор Еркабриан Малюкович, мой друг, коллега, можно сказать. Ну, наверное, да. Вы, наверное, как артисты. Да, как артист, как управленец, наверное, как администратор. 24 апреля в здании цирки, впервые в цирке я дам свой сольный концерт, который называется «Гульдер Шахрада». Ну, «Гульдер Шахрада» – это как «Гульдер», это как «Цветы весна» зовет, «Цветы зовут». В основном песни у меня посвящены женщинам, там много новых песен на русском языке, «Богиня» будет такая песня. Поэтому я хочу пригласить всех очаровательных женщин, их спутников на мой концерт. Приходите, вы не пожалеете. А можно вас, ну, пользуясь моментом, попросить что-нибудь там спеть, ну, буквально там пару срочек? Так, если вы грустите, конечно. Пожалуйста. Так, что же вам спеть? Пожалуйста. 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 Пожалуйста, я просто все не хочу спеть, пусть лучше придут, я, кстати, ее буду исполнять. Я исполняю песни еще из императора Андрея Бочелли, «Ам answering родиевая» – очень красивая песня. Ну вот, на итальянском песне будет там звучать. Ну вот, считайте, анонс вы сделали. Спасибо вам большое, Бахтия, что нашли время, несмотря на плотный график, прийти к нам. Очень рада с вами познакомиться лично. Напоминаю, в гостях у нас был заслуженный артист Республики Казахстан, лариат государственной премии Бахтияр Тайлагбаев. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»